ребятки всем огромнейший привет как видите записываю это видео лежа в кровати потому что настроение никакое настроение упадническое депрессивная так что даже не захотелось сегодня записывать видео своего привычного места и даже не хочется косметику накладывать ну в общем то записываю все так как есть и так какие же последние новости из нью-йорка немножко по цифрам хотела записать видео вчера вы выписала себе что вчера была инфицирована 2952 человека сегодня уже 3487 то есть представьте себе за один день на 500 человек увеличилось количество зараженных и так по америке умерла 68 человек на сегодняшний день сегодня у нас 16 марта и так немножко по всему миру только представьте только за прошлую ночь во франции умерла 29 человек в испании 97 и в италии 368 человек умерла только за прошлую ночь это конечно ужасно это наводит страх это наводит ужас что у нас в нью-йорке в нью-йорке сегодняшнего дня закрыты все школы закрыты все рестораны закрыты все бары но мужу моему сегодня прислали сообщение утром наверняка написали что наверное мы сегодняшнего дня уже будет наша компания не работать я конечно очень обрадовалась но это было еще не точно потом ему написали другое сообщение сказали что все-таки они продолжают и еще работать я конечно очень расстроилась я бы хотела чтобы он уже был дома потому что очень волнуюсь но тем не менее ничего не поделась не поделаешь пришлось ему ехать на работу отправила мужа на работу маску ему дала перчатки маленький санитайзер у него в кармане всегда лежит я сделала рефил но что еще накормила сегодня готовила суп и салат из крабов из крабовых палочек делала мои мужчинки молодцы они у меня вообще так очень привели привередливые к еде переборчивые но молодцы конечно сейчас кушают все без разговора все что готовлю кушают кушают потому что понимаю что сильно мы сейчас переборчивы в еде не будем кстати в конце этого видео поставлю кадры из магазина как мы вчера ходили покупать хлеб посмотрите какие у нас пустые полки что творится у нас в магазине вчера решили сделать хот-доги дома и захотели то есть думали что купим булочки для хот-догов но в общем-то в конце этого видео посмотрите у нас ребята даже президент трамп сделал тест на коронавирус тест оказался отрицательным сделал он теста как был в контакте с кем-то кто заразился этим вирусом сегодня разговаривала со своей подружкой которая живет в италии ленчик большой тебе привет если будешь смотреть это видео спасибо большое за поддержку за твои рекомендации за твои советы очень конечно такие необходимые на данный момент рекомендация нам не дает поделюсь с вами этими советами я уже говорила в своем предыдущем видео что подружка мне посоветовала пить горячую воду как можно больше так как этот вирус несколько дней живет в носоглотке и также она мне посоветовала разводить несколько капель йода в стакане горячей воды и полоскать горло ну конечно же мыть руки конечно же обрабатывать спиртовыми средствами ручки на сумках ручки дверей обрабатывать но очень-то одним словом ребята беречь себя а еще друзья я бы хотела поблагодарить вас моих уважаемых подписчиков моих уважаемых зрителей за ваши комментарии за вашу поддержку очень приятно читать комментарии где вы стараетесь подбодрить где вы стараетесь написать что-то хорошее что-то приятное спасибо вам огромное конечно же в такой сложнейший такой трудный период для для всего человечества для людей на всей планеты планете нужно как-то нам наверное друг друга поддержка давайте поддерживать друг друга давайте молиться сегодня провожала мужа как на войну провожаю перекрестила помолилась в душе но что еще остается делать как не надеяться и молиться на то что это проклятущая инфекция как можно быстрее покинет нашу планету а сейчас ребятки как и обещала вам поставлю в несколько кадров из супермаркета куда мы вчера заходили посмотрите что у нас там творится ну и конечно же как как обычно в каждом своем видео а буду благодарна кто посмотрел это видео поставит мне пальчик вверх кто подпишется на наш канал и хочу пожелать всем здоровья будьте осторожны берегите себя и до следующих встреч из нью-йорка пока пока а вот мы и в супермаркете который находится рядом с нашим домом на этих полках еще пару дней назад было огромное количество хлеба разных сортов вот здесь были булочки и бублики как видите сейчас здесь пусто а вот полки где еще пару дней назад было очень много макаронных изделий как видите здесь тоже пусто а еще сейчас нью-йорке днем с огнем не сыщешь туалетную бумагу и бумажные полотенца для рук как видите справа полные полки это еда для кошек и собак а это холодильники замороженными овощами как видите тоже полу пустые а это мы с мужем немножко веселимся вот какой у него есть противо корона вирусный свитер анти корона